Привет друзья! GDC идёт в полном разгаре и нам уже есть о чём вам рассказать. Oculus совместно с Beat Games показали первый трейлер игры Beat Saber на шлеме Oculus Quest. Разработчики подтвердили, что игра появится на шлеме виртуальной реальностью уже на старте, включая все песни, ранее доступные на Oculus Rift, HTC Vive и PSVR. Oculus Quest будет автономным VR-шлемом за 400 долларов с шестью степенями свободы и двумя полноценными контроллерами. Oculus обещает, что устройство выйдет в продажу уже весной этого года, но конкретной даты пока не называется. Qualcomm уже показывала свою версию шлема виртуальной реальности, работающего на чипе этой компании. Теперь же на выставке компания продемонстрировала, что это может быть не только автономное устройство, но также и PSVR-шлем. Технология, называющаяся Boundless XR for PC, позволяет передавать картинку по протоколу Wi-Fi с высокой частотой 60 ГГц. Данное решение может быть использовано как для персональных компьютеров, так и для консолей. Стоит помнить, что это лишь демонстрация возможностей чипов Qualcomm, а не финальный продукт, предназначенный для потребительского рынка. Устройства, использующие данную технологию, смогут появиться уже в этом году. Первым устройством будет Pico Neo 2 VR, работающий на чипе Snapdragon 845. Так как одним из партнеров Qualcomm является компания HTC, есть подозрение, что подобная технология будет использоваться в новом шлеме Vive Cosmos, ибо мы до сих пор не знаем ничего о начинке этого шлема. HTC объявила, что позднее в этом году их собственный магазин игр и приложений Vive Port получит официальную поддержку Windows Mixed Reality шлемов. Пока не ясно, каким способом компания собирается добавить поддержку всех этих игр и приложений, ведь для корректной работы VR-игр в Steam используется специальный плагин, созданный Microsoft, а в Vive Port он отсутствует. HTC также планирует выпустить специальный модуль для отслеживания губ для своего шлема Vive Pro. Модуль будет точно отслеживать данные о движении рта пользователя. Полученная информация может быть использована для анимации аватара в реальном времени или захвата движений для анимации NPC. Компания заявила, что не планирует выпустить модуль для отслеживания губ для рядовых пользователей, но он будет доступен для разработчиков и исследовательских программ. Поддержка модуля будет внедрена в SDK для лицевых анимаций, над которым компания активно работает. HP неожиданно представила VR-шлем с разрешением 4K за 599 долларов. HP Reverb. Шлем рассчитан на рядовых пользователей и будет поставляться в комплекте с двумя VMR-контроллерами. Бизнес-версия шлема будет продаваться чуть дороже, с более длительной гарантией, кожаной накладкой на лицо и дополнительным коротким кабелем для использования вместе с переносным ПК-рансом. В шлеме разрешение на глаз 2160 на 2160 пикселей с использованием LCD-панелей и линзами Френеля. Угол обзора 114 градусов, а для позиционного отслеживания используются те же две фронтальные камеры, что и в предыдущем устройстве компании. Представитель Upload VR сказал, что это самый комфортный VR-шлем на сегодняшний день, особенно для тех, кто носит очки. Дизайн устройства очень сильно напоминает Oculus Rift. Устройство также использует мягкий материал в передней части шлема. HP Reverb включает в себя наушники, но вы сможете их снять, если вам так удобнее. Переднюю прокладку для лица можно легко снять и постирать. А в самом шлеме наконец-то есть Bluetooth-модуль, чего не хватало во всех VMR-шлемах предыдущего поколения. За исключением Odyssey Plus. Весит новый шлем около 500 грамм на уровне с Oculus и Vive. Журналисты отмечают, что разрешение экрана в устройстве позволило им без проблем прочитать текст, находящийся на расстоянии виртуальной реальности. Upload VR отметил, что единственным минусом устройства являются визуальные дефекты по краям линз. Но представитель компании уверил, что данная проблема будет решена в финальной версии продукта. Технически шлемы Pimax имеют большее разрешение, но журналист отмечает, что по его мнению устройство HP опережает китайские шлемы комбинацией комфорта, качества и периферии. HP Reverb появится в продаже уже в апреле за 599 долларов и будет полностью совместим со всеми VMR-приложениями из SteamVR. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, а мы продолжаем следить за анонсами GDC. Увидимся в виртуальной реальности.